Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугенфорум» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Диалог в прямом эфире горячая телефонная линия. Глава региона Анатолий Лис сегодня провел общение онлайн с жителями Брестской области. Пустых обещаний людям давать не следует, а если пообещали, будьте добры выполнить. Точки роста от Сарушкина продукта – предприятие, которое должно стать примером грамотной политики управления. Такое заявление сделал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыла во время пресс-тура в открытое акционерное общество «Савушкин продукт». Новый тендер от Брест-водоканала. Вторая очередь реконструкции очистных сооружений города Бреста не за горами. Проблему неприятного запаха в областном центре предполагают устранить. Об этих и других событиях прямо сейчас. Прямые телефонные линии с руководителями регионов и городов, их заместителями, а также представителями различных организаций, подразделений и ведомств проводятся в нашей стране уже не первый год и давно доказали свою эффективность. В ходе такой беседы жители получают ответы на волнующие и проблемные вопросы, помощь в сложной ситуации, а чиновники и управленцы – информацию о ситуации на местах. Сегодня в городе над Богом звонки принимал председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис. Подробности в материале Анастасия Стропко. За три часа прямой телефонной линии Анатолий Лис успел принять более 30 звонков. Вопросы поступали из разных районов области и охватывали многие сферы жизнедеятельности. Интересовали жителей Брещины темы трудоустройства, строительства, аренды помещений, наведения порядка на земле, электрификации, начисления платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сообщения. Последнему, к слову, было уделено внимание со стороны сразу нескольких дозвонившихся. К примеру, жители одной из деревень Ивановского района просят рассмотреть возможность осуществления более интенсивного автобусного сообщения с Пинском. Мы просим, чтобы рейс, который ходит в Пинск-Ополь, заезжал к нам в деревню. Это всего лишь 7 километров по асфальтированной дороге. И у нас будет хорошо сообщение с Пинском. Или просим, чтобы нам маршрутные такси, которые ходят в Пинск-Дубое, это 5 километров от нас по асфальтированной дороги, чтобы продлили к нам. Все же таки это в Пинск межрайонная больница. Много людей лежит в больнице. И вот сообщения никакого. По словам губернатора региона, проблема в том, чтобы запустить новый маршрут или, к примеру, продлить какой-то из уже существующих нет. Вопрос в наполняемости. Увеличить количество имеющихся рейсов несложно. Но важно понимать, что экономическая составляющая в этом деле играет не последнюю роль. Будет реальный спрос, будут и автобусы. Пустые рейсы не принесут пользы ни людям, ни автопарку. Я поручу службам, чтобы они разобрались. Изучат ситуацию, сколько там людей, сколько раз в неделю надо его пустить, чтобы он загружен был. Самое главное, вы должны с населением понимать, сами подключитесь. Вас обязательно там будет комиссия выезжать, и вы подключитесь. Самое главное – это наполняемость. Наполняемость. Если будут люди, проблем я никаких не вижу. Еще одна тема, которую поднимал в ходе беседы – не один звонивший строительство жилья по льготным кредитам. Кто-то не может завершить стройку, у кого-то есть претензии к организации, которая выполняла работы. «Кредитная линия уже закончилась в июле месяце, прошлого года. А дом до сих пор не достроен. Из-за чего? Частная фирма нам строила, и когда последнюю сумму забирали, 40 миллионов, они нам обещали, завтра приедем и все доделаем. С января месяца райсконком, ему уже комиссия к нам приходила, он нам браком наделал, у нас дом плетенью крыша покрывается». «Надо в суд подавать». «Ну так надо же большие деньги, чтобы это в суд подавать». «Освободим вас от денег. Освободим вас, как многодетную семью, от пошлины». «А как это? Куда?» «Обратитесь. У райисполкома не примут решение освободить вас от пошлины». «Значит, и все, в суд на них. Предупредите их еще раз о том, что на них в суд подадите, и все. Если они не устранят недостатков, не закончат, так и надо делать». Конкретные по существу ответы получили все дозвонившиеся на прямую линию жители области. Безусловно, в одно мгновение решить проблемы не получится. Для некоторых требуется время, где-то необходимо провести детальный анализ, прежде чем приступать к активным действиям. С чем-то придется повременить до улучшения экономической ситуации в стране и мире. Но ни один из вопросов не остался без внимания. И такой подход необходимо внедрить в практику всех управленцев и представителей власти на местах, если таковой еще нет. Нельзя пообещать сделать, проверить или разобраться, а потом не выполнить. Все слова обязательно должны быть подкреплены делом. «Вопросы есть, которые требуют решения, поэтому вы не оставляйте их в долгий ящик. Особенно вот много по Ивановскому, по Столинскому району надо посмотреть на контроль, возьмите вместе с председателями райисполкома по Брестскому району. И то, что вот я обещал, я ничего не обещал сверхъестественного, вы видели. Значит, это все вопросы наши, которые мы в состоянии решить. Следуйте, посмотрите внимательно и, значит, необходимо сделать. Если там необоснованное обращение выявите, значит, тогда надо вместе с людьми выйти и показать, потому что это не так, как они говорят. Но то, что обещаем, надо делать». Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Сотрудничество между учебными заведениями Московского района и вторым общеобразовательным лицем имени Эмилии Плятер города Белоподляска продолжится. Об этом заявил глава администрации Вадим Кравчук во время открытого диалога с представителями польской делегации. Пять лет назад во время первой подобной встречи было подписано соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве. Сегодня, когда действие протокола подходит к своему логическому завершению, настало время продлить существующие договоренности и наметить планы для дальнейшего сотрудничества. Анастасия Назрин-Плотницкая расскажет подробнее. Пять лет отделяют эту встречу от того дня, когда делегация из Белоподляски впервые побывала в городе над Бугом. Именно тогда, в 2011-м, был подписан ряд соглашений, открывающих новые перспективы в деле образовательного сотрудничества Беларуси и Польши. За эти годы, годы активной обоюдной плодотворной работы, было сделано немало для развития системы образования двух регионов. А потому сегодня, как и пять лет назад, педагоги и представители местной вертикали власти за столом переговоров. Правда, теперь уже не только как надежные партнеры, но и коллеги, и даже друзья. В марте 2011 года был заключен договор о сотрудничестве между учреждениями образования администрации Московского района города Бреста и города Белоподляска, республика Польша. А если именно говорить о каких школах, это школа номер 14 имени Ефима Моисеевича Фомина и второй лицей города Белоподляска. Наработано уже ряд проектов. В основном это в спортивном и образовательном направлении. На протяжении пяти лет учреждения образования, в частности, второй общеобразовательный лицей имени Эмилии Плятер и Брестская школа номер 14 имени Ефима Фомина вели открытый диалог в спортивной сфере. Было проведено немало совместных турниров и соревнований. Развивался образовательный диалог. Настало время открыть новую страницу и предложить новую форму взаимодействия. Мы регулярно приезжаем в Брест для того, чтобы развивать спортивные направления, знакомиться с традициями и культурой. У вас очень хорошая спортивная база. Наша молодежь очень рада такому диалогу культур. Конечно, хотелось бы развивать обоюдный туризм. Нашей молодежи есть что посмотреть у вас. Думаю, брестским ребятам также хотелось бы больше посмотреть Польшу. Кроме того, в рамках открытого диалога глава администрации Московского района Вадим Кравчук пригласил польских педагогов принять участие в масштабных мероприятиях, посвященных памятным датам. 9 мая – День города. А также предложил следующий визит для делегации в Брест сделать более масштабным, включив в программу посещения не только культурных, но и экономических достопримечательностей района. И еще об одной встрече. Накануне на Брещину с рабочим визитом прибыл чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Республике Беларусь Кубанычбек Амуралиев. В областном центре он встретился с губернатором региона Анатолием Лисом, посетил мемориал «Брестская крепость-герой», а также возложил венок к вечному огню. Кубанычбек Амуралиев в качестве чрезвычайного и полномочного посла находится в Беларуси чуть более полугода, а потому свой визит называет ознакомительным, но способным придать новый импульс в развитии двухсторонних отношений. На встрече дипломата с Анатолием Лисом побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале выпуска. Потенциал двустороннего сотрудничества между Беларусью в целом, Брестской областью в частности и Кыргызской республикой еще не реализован в полной мере. Такое мнение выразил в рамках встречи председатель областного исполнительного комитета Анатолий Лис. По итогам 2015 года внешнеторговый оборот Брещена и Кыргызстана составил чуть более 4 миллионов долларов США. Область экспортирует сахар, солод, плиты, печи, готовую и консервированную рыбу. Однако многие отрасли сегодня пока еще не охвачены. Сегодня я не могу не отметить положительную тенденцию развития отношений между нашими странами в целом. Уверен, что ваш визит позволит предыдущего наладить более продуктивные торговые экономические отношения, активизировать сотрудничество, институционные и финансовые взгляды. Полагаю, что настоящий момент потенциал нашего сотрудничества в различных областях экономики и социальной сферы еще не реализован в полной мере. Географическое расположение Брестской области и Кыргызской республики, я также принимаю во внимание присоединение Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу в 15-м году и повышение статуса Республики Белоруссо-Махтанской организации сотрудничества, то статус наблюдателя, постоянное расширение, впечатление авторитета, вышеуказанных организаций, что это создает последний развитие торгового экономического сотрудничества. Сельское хозяйство, логистика и туризм – отрасли, к которым сегодня стоит присмотреться повнимательнее представителям бизнес-сообщества двух стран. Уже на встрече были обсуждены возможности создания совместных перерабатывающих предприятий, а также туристических объектов. У нас есть направление, где мы можем сотрудничать. Возьмем даже аграрный сектор, который доминирует как в нашей экономике, как в экономике Беларуси, в частности Брест, это производство, переработка мясомолочной продукции. Можно на местах открывать совместное производство и иметь, как говорится, обоюдные успехи, то есть выгоды, правильно, если экономическим термином. И в таких же некоторых направлениях наши могли бы здесь такие же совместные производства, которые нет в Беларуси, в частности Бресте. По словам дипломата, большое значение в деле налаживания деловых и дружеских контактов Беларуси и Кыргызстана имеет историческое прошлое. Особенно трагические его страницы, такие как Великая Отечественная война. Нас многое объединяет, несмотря на большие расстояния. И это единство можно и нужно использовать для плодотворного сотрудничества и взаимовыгодного развития двух стран. Анастасия Страбко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите городские новости на Бук ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Путь к успеху состоит из правильных систематических действий, считают герои нашего следующего материала. Ослагаемый успех, будь то большой бизнес или личностный рост, это три кита – самодисциплина, неукоснительное соблюдение технологии и саморазвитие. Эти слова являются своеобразным слоганом большой компании, не ошибусь, если скажу известной во многих странах мира брестской компании «Савушкин», которая является лидером молочной отрасли Беларуси, занимает первую строгу в рейтинге самых предпочитаемых белорусами молочных брендов. Так должны работать все молочные предприятия страны. «Савушкин» должен стать примером грамотной политики управления холдингом, в котором все взаимосвязано, в котором неукоснительно соблюдаются технологии, а потому есть качество продукции, реально снижается ее себестоимость, как результат повышения конкурентоспособности. Такое заявление сделал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыла во время пресс-тура в открытое акционерное общество «Савушкин продукт». «Савушкин продукт» – гигантский производственный комплекс. Охватить взглядом весь завод можно только с высоты птичьего полета, лидер белорусской молочной промышленности. Производство продукции осуществляется на четырех производственных площадках в Бресте, Столине и Пинске. На этом современном заводе-автомате трудится более трех тысяч человек. Здесь производится продукция порядка двух сотен наименований, всегда из свежего молока. Это девиз «Савушкина», давно знаком белорусам, его оценили и в зарубежье, в близком и в далеком. Компания проводит постоянную работу по выстраиванию сбалансированного, конкурентоспособного ассортиментного портфеля, создания новых брендов, поиску новых рынков сбыта. Тот, кто хочет быть успешным, будет им. Именно кризис подталкивает к активным действиям. Работать надо, люди. Если мы будем все время ходить и говорить, что кризис, кризис, так и будет кризис, понимаете ли? Я считаю, что кто работает, кризис только развивается. Потому что все опускают руки, начинают сдаваться, а люди, те, которые хотят, они видят все равно перспективу. Они не здесь, то туда, не туда, то туда. Мы понимаем все. Основные конкурентные преимущества 100% фасовка. Мы масла ни килограмма не продаем блочного, мы не продаем ни килограмма сыра блочного. Это все идет в фасон, и добавлена стоимость, остается у нас. И рынки сбыта расширяют. Ищем. Мы сегодня в Азербайджане торгуем, в Казахстане торгуем, в Молдавии торгуем, я вижу, раз говорю, при Балтике торгуем. Сейчас пытаемся на Германию выйти. Савушкин имеет бессрочную экспортную лицензию Евросоюза, которая позволяет поставлять цельномолочный продукт на европейский рынок. Брестский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий это право. Право это дается не всем и не каждому. Соблюдение технологического процесса – правило номер один. Это и есть резерв повышения эффективности животноводческой отрасли, подчеркнул Игорь Брыла, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Это и есть повышение качества и снижение себестоимости продукции. Выход на новые рынки сбыта. Должна у нас быть гибкая себестоимость, чтобы мы могли конкурировать нормально на рынке. Понимаете? Другого выхода у нас нет. Если у нас будет дорогостоящее производство молока, ну как же мы сконкурируем под это? Никогда. А резервы у нас реально, уважаемые коллеги, есть. Их надо использовать. И просто диктатуры технологии требовать выполнения этого. Другого выхода у нас просто нет. 15% было рынка Украины у нас. Мы его потеряли. Ну что, стоять и все, и плакаться, что разы потеряли 15% в объеме экспорта. Ну мы пошли в Китай, мы пошли в Объединенные Арабские Эмираты. Ну что делать? Пошли в Европу. Правда, все говорят, что так нам любят везде нас, да? Но на самом деле нас нигде никто не любит и нигде никто никого не ждет, чтобы это четко понимали. Сказки – это все, что нас кто-то где-то кого-то ждет. Поэтому дорогу оселит идущий. На Савушкине снижением себестоимости продукции занялись достаточно давно. Создали технологическую цепочку. Молоко из сырьевой зоны на завод поступает из 87 хозяйств. Но для повышения эффективности дойного стада приобрели собственное сельскохозяйственное предприятие. Сегодня оно называется Савушкино. Инвестировали в него 50 миллионов долларов. На нынешний день это современная ферма на 3 тысячи коров. Телятник и ясли для молодняка. Более 7 тысяч голов крупнорогатого скота. 2 тысячи из которого – дойное стадо. По генетике белорусские буренки не уступают американским и израильским. А молодняк выращивают по специальной системе, которая отличается от более ранних. Здоровые, ухоженные с кормлением по всем стандартам коровы дает молоко высшего и экстрасорта, как итог уменьшения себестоимости продукции. Цикличность процесса и выгода от него – результат грамотного подхода к созданию качественного продукта под брендом «Савушкин». Сегодня мы доим в своей колхозе 7700 литров. Я однозначно говорю, в этом году, если все нормально будет, то мы за 8 тысяч литров на корову на дой. Мы уже работаем со стадом своим, мы дважды гальштинизацию проверили. Сначала гальштин европейский, потом гальштин канадский. У нас сегодня есть девочки или коровы, которые дают за 40 литров молока. У нас уже их больше 500. Так что мы должны сейчас действовать по совсем другим новым требованиям. И только на этом мы сможем сэкономить. И то, что глава государства говорит про снижение себестоимости на 25%, вот то предприятие, которое вы сегодня посетили вместе с нами, вот вам наглядный пример, где можно сэкономить. У нас в республике уже достаточно прекрасных хозяйств, которые занимаются этой технологией уже не один год. А наша сейчас задача – министерство сельскохозяйства, областных исполнительных комитетов – подтянуть тех, которые еще топчутся там где-то вдалеке. Вот наша основная задача. И не надо уже ехать за границу. Приедьте на Савушкин, приедьте в Могилевской области хозяйства, в Витебске, в Минске – разницы нет. В каждой области есть очень серьезные хозяйства, которые соблюдают эту технологию от начала до конца. Вот это наша задача. Но вернемся на завод. Именно сюда прибывает на современных молоковозах в охлажденном виде исходное сырье. Для молочной продукции недопустимы перепады температуры. После прохождения всех лабораторных исследований сырье поступает на переработку. Из одной тонны молока Савушкин выпускает продукции на более чем 9 миллионов рублей. По республике эта цифра равна 7 миллионам. Для таких показателей на предприятии проводится постоянное техническое переоснащение производства и внедрение самых современных технологических процессов. Только поэтому продукт от Савушкина натурален, безопасен, без применения консервантов и с длительными сроками хранения. Объем инвестиций в производство равен 188 миллионам долларов. За короткие сроки построен и уже работает новый завод по выпуску мягких сыров и творога. Крупнейший в стране логистический центр. Логистический центр на самом деле сказка. Потому что он не только автоматизирован, он даже роботизирован. Сегодня это позволяет сократить отгрузки, минимизировать в случае неточного сбора заявок, то есть какой-то пересортится, где-то не тот вкус положили или что-то еще. То есть наш сегодня логистический центр исключает эти вероятности. Сегодня там человеческий труд сведен к минимуму. Опять же облегчается работа людей. Грамотная маркетинговая стратегия, высокое качество и натуральность продукта под знаком Савушкин – основное преимущество компании, позволяющие работать на рынках Европы и Азии. Россия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Сингапур, Южная Корея, страны Евросоюза. Впервые в 2015 году продукция Савушкина ушла на рынки Китая и Гонконга. Вкусно, полезно, качественно. Это Савушкин. Это 200 наименований продуктов. Бережно, с большой любовью и верными традициями, произведенных для покупателей. Это команда лучших технологов, которые отдают потребителю частичку своего большого и доброго сердца. Ведь только с верой в свое родное предприятие и любовью к своему делу можно выпускать продукцию, за которую снова и снова голосуют сотни тысяч покупателей каждый месяц. Продолжаем выпуск. Брестские коммунальники предприняли еще один шаг по устранению проблемы неприятного запаха в городе. Речь идет о тендере по проекту второй очереди реконструкции очистных сооружений канализации Бреста, который объявило предприятие «Брестводоканал» на этой неделе. Напомним, в сентябре 2014 года в рамках государственной программы «Чистая вода» состоялось открытие первой очереди объекта реконструкция городских очистных сооружений. Его цель – обеспечение более качественной очистки стоков, поступающих со всего города. Вторая очередь призвана окончательно решить деликатную проблему и избавить пограничный город от неприятного запаха. О нюансах и сроках строительства расскажет Виктория Драгобецкая. Реконструкция городских очистных сооружений – масштабный дорогостоящий проект, предполагающий полномерную модернизацию и строительство новых объектов. К примеру, в ходе первой очереди был введен в эксплуатацию аэротэнк, или, проще говоря, резервуар, который усовершенствовал очистку воды и ее качество. Его строительство – одно из звеньев цепи реставрации очистных, главной целью которой является улучшение экологической обстановки и питьевой воды. Второй этап реконструкции призван усилить этот эффект и, наконец, решить проблему неприятного запаха в городе. В данном проекте предусмотрено накрыть куполами полностью механическую очистку. Это, в первую очередь, первичные отстойники. И будет запроектирована и построена полностью новая механическая очистка, которая будет включать приемную камеру, здание решеток, песколовок, ну и там соответствующее оборудование будет установлено в этом здании. Объявление тендера по проекту второй очереди реконструкции очистных сооружений канализации Бреста – это промежуточный этап, на который откликнулось 12 потенциальных подрядчиков – поляки, датчане, немцы, россияне, чехи, литовцы и другие. Кстати, именно литовцы принимали активное участие в первом этапе строительства. Сегодня цена вопроса составляет порядка 16 миллионов евро, которые уже выделил Северный инвестиционный банк. Тендер разделен на два лота. Первый лот – это выбор генподрядчика, в функции которой входит проектирование строительного проекта, прохождение экологической и строительной экспертизы, поставка оборудования частично, строительство, пусконаладочные работы и выведение очистных сооружений на показатели Хелком – это европейских нот. Второй лот – поставка оборудования, которое предоставит организация «Экологическое партнерство Северного измерения» или ЭПСИ. По словам Александра Калишука, предпочтительнее, если подрядчиком двух частей второй очереди реконструкции станет одна компания. В этом случае будет легче управлять процессом строительства. Комиссия создана на предприятии с участием представителей городского объединения жилищно-коммунального хозяйства, представителей городисполкома. Значит, комиссия настроена работать объективно, творчески, и выбрать достойного подрядчика для реконструкции частных сооружений города Бреста, чтобы получить экологический эффект. По предварительным оценкам, тендер будет проходить в течение двух-трех месяцев. После объявления победителя начнется проектирование реконструкции частных, которое продлится примерно восемь месяцев. Затем настанет очередь строительных работ. Согласно плану, вторая очередь реставрации будет закончена в конце 2018 года, к тысячелетию города Бреста. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Какой ценой достается победа на соревнованиях по боевому искусству, не понаслышке знают брещане, которые прославляют наш город и страну своими достижениями не один, не два, а многие годы. В том, что Брещино – спортивный и прогрессивный край, сомневаться не приходится. О спортсменах, которые заявили о себе как сильные бойцы и серьезные соперники, пойдет речь в нашем следующем сюжете. Все они проходят подготовку к соревнованиям на родине, тренируются под руководством мастеров спорта. На одном из занятий побывала наш корреспондент София Бережная и расспросила о последних, но не заключительных успехах брещан. Рабочая обстановка, разминка, следом парные поединки, почти два часа в непрерывном ритме. Именно так проходят тренировки брестских спортсменов клуба «Челат». Имена многих из них громко прозвучали на соревнованиях республиканского и международного уровней в разные годы. Есть среди них и подающие большие надежды молодые боксеры. Совсем недавно сильнейшие представители клуба вернулись с чемпионата Беларуси по муай-тай. Там они встречались на ринге с чемпионами Европы и мира. Из столицы, где проходили соревнования, они приехали с хорошими новостями. Кирилл Ковалев оправдал ожидания тренеров. Парень на все сто выложился на арене. Занял первое место в категории старших юниоров. В копилке достижений за пять лет множество наград. Сегодня главная задача для парня – подготовка к чемпионату мира, который пройдет в Швеции. «Я сейчас ездил на республику. Там в каждой весовой чемпион мира есть. Поэтому республика – самое тяжелое и самое важное соревнование. Иногда у нас бывает в Беларуси легче, тяжелее выиграть республику, чем мир. Соперники достаточно тяжелые. Был соперник из Минска, был соперник из Гродно. Все очень хорошо подготовлены. Опыт помог. Соперник Кирилла на тренировочном ринге – неоднократный призер чемпионатов республики Виталий Романовский. В отборочном туре на чемпионат мира он занял второе место. Высокий результат – итог регулярных тяжелых тренировок. А ведь занятия любимым спортом парень совмещает с основной деятельностью работы в Брестском областном УМЧС. Как видно по результатам, весьма успешно. В спорте парень почти 10 лет. Говорить о победах Виталий не любит. Уверен, самый главный еще впереди. Во всех республиканских соревнованиях практически во всех участвовал. Но то, что касается побед, это уже совсем другое. Их хороших выступлений. Все зависит от подготовки, опять же, как мы готовимся. Дело в случае. Погода и здоровье, и возможность совмещать работу и тренировок. Он провел бой с трехкратным чемпионом мира. В финальный поединок вышел на трехкратного чемпиона мира, восьмикратного победителя Кубка мира, многократного чемпиона Европы, мастера спорта международного класса, звезду нашего кикбокса, индивидуального тайского бокса Сергея Скибу. И провел очень достойный бой. Где-то чуть-чуть не дорабатывал. Раунд он последний выиграл. Ну, победу отдали по-стариковски, я так понимаю, с Киби Сергею. Не участие, а победа – главный принцип успеха, считает председатель клуба судья международного класса Александр Володько. Вместе с тренерами Андреем Шаповаловым и Юрием Калишуком они уже 10 лет готовят чемпионов. Опыт плюс высокий профессионализм позволили им взрастить настоящих бойцов. Я занимаюсь тайским боксом один год и два месяца. Это привело в этот куб то, что я хочу стать сильным, добиться успеха. Чему удалось научиться за это время? Занять трое месяц на кубке и стать лучше. Наши первые и вторые номера – это уже как бы реальные претенденты на чемпионатах Европы, тоже на призовые места. Первое, второе, третье место уже как бы должно быть обеспечено. Все зависит от уровня подготовки. Я всегда говорю, хочешь быть первым – приходи первым, тренируйся, уходи последним. Тогда будет какой-то результат. Потому что надо всегда перешагнуть через себя. Ну не через моральные принципы, а именно через свое. Не могу, не хочу, не буду – тогда будет только какой-то результат. Настрой боевой – цель поставлена. Спортсмены клуба «Чилат» не привыкли уступать сопернику. А значит, курс на новые победы и достижения. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ» и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг.ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Буг.ТВ.БУАЙ». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Буг.ТВ.БУАЙ». Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие дни территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, перемещающихся со скандинавского полуострова. Они перенесут в нашу страну снег и понижение температуры. Наиболее сложные погодные условия ожидаются ночью и утром воскресенья 20 марта. Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный порывистый ветер – таков прогноз синоптиков. Ситуация осложнится туманом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха в ночные часы составит 0,2 градуса до 6 выше нуля днем. 21 марта ночью Брещено будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Днем погоду обусловит южная периферия с североатлантического циклона с центром над Ленинградской областью. В течение суток пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром туман, слабый гололед, на дорогах гололедится. Температура воздуха минимальная ночью 2,4 со знаком плюс, максимальная днем 6 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова